Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. Студия Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Украине ситуация в зоне АТО остается напряженной. За сутки погибли два военнослужащих, еще семь ранены. Накануне ночью террористы обстреляли поселок Сартану под Мариуполем. Там погибли два мирных жителя, шесть человек ранены. Луганский напрямок. Там тревают обстрелы, дребные провокации врага неподалеку Станицы Луганской. Боевики активизируются в темную пару дней, ведущий огонь в бок райцентра с потолежнего боку Северского Донца. Вчера снова был зафиксированный вооруженный обстрел, который был из Малой Верегунки, это желтный район Луганска. Такая же самая обстановка в городе Счастье. Проте на этой площади фронта боевики вдаются до провокаций и в день. Важные оружия, а именно танки, ствольная артиллерия, реактивная артиллерия, незаконные оружие формирования там не застосовывали. В районе Горлевки перестрелки между врагом и украинскими войсками продолжают по всей линии размежевания вокруг оккупированного города. От Светлодарского водосховища до селища Новгородское. Найбільш складная обстановка на північ Відміста, в Майорську та Зайцевому, где враг обстрілюв наші передові позиції з великокаліберної артиллерії, минометів і танків. Незаконні збройні формування тримають важке озброєння в житлових кварталах та на терриконах по всей Горлівці. Число жертв взрыва в Тяньцзіні продолжает расти, а екологи советують власти КНР установити пятикилометрову зону отчуждения вокруг епицентра. Они уверены, существует опасность химического загрязнения. Подробности в следующем сюжете. Количество жертв в Тяньцзіні выросло до 114, среди них 40 пожарных. Ещё 70 человек, в основном спасателей, числятся пропавшими без вести. Около 700 пострадавших остаются в больницах. Таковы официальные данные. По оценке независимых источников, число погибших в этой трагедии может превышать 1000 человек. Напомним, два мощных взрыва на портовом складе для хранения опасных химикатов прогремили в прошлую среду. Через несколько дней в том же районе произошла ещё серия взрывов, но более слабых. После них началась эвакуация людей в радиусе трёх километров от епицентра. Международная экологическая организация «Гринпис» призвала власти КНР увеличить зону отчуждения до пяти километров. «Мы до сих пор не знаем, утечка каких опасных материалов произошла и что взорвалось, какое влияние оказывают эти химикаты и каким образом взаимодействуют друг с другом. Возможно, произошло очень опасное загрязнение воды или воздуха. Мы рекомендуем установить безопасную зону минимум в пять километров». Тем временем растёт напряжение среди местных жителей. Сегодня сотни жильцов полуразрушенных домов собрались у места, где чиновники выступали с пресс-конференцией. «Всё, что они нам пообещали, это лишь заменить окна. А что делать со всем остальным разрушенным в доме? Кто должен за это платить?» «СМИ молчат о нас. Мы чувствуем, как будто о нас забыли. Мы просто хотим сказать, что мы ещё есть». А это уже протест родственников пожарных. Они требуют информации. Помимо профессиональных спасателей, на место взрыва направляли неофициальных пожарных из портовой бригады. Многие из них пропали без вести. «Несколько дней прошло. Я даже не знаю, жив мой сын или нет. Власти вообще не дают нам никакой информации». Место трагедии посетил премьер-министр страны Ли Кетян. Власть КНР уже назвала происшедшее самой крупной техногенной катастрофой в новой истории страны. Тем временем власти Эквадора объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана Катапахи. В предыдущий раз это случилось 75 лет назад. Сейчас вулкан неожиданно выбросил воздух, пепел и газ. Местные жители решили эвакуироваться сами. Около 400 человек разместились в палатках подальше от горы. Теперь они надеются на помощь власти. «Мы приехали сюда, потому что это место немного выше. Здесь безопаснее. Мы надеемся, что власти предоставят нам нормальное место. Нам много чего нужно, потому что здесь очень много людей». Вулкан находится примерно в 70 километрах от столицы Эквадора. Высота горы почти 6000 метров. Это вторая по высоте вершина страны и один из самых высоких активных вулканов планеты. За последние 300 лет он извергался около 50 раз. В Катапахе популярная туристическая достопримечательность. Напомню, в Японии также активизировался вулкан Сакурадзима на острове Кюсю. Это почти в тысячи километрах от Токио. Людей уже эвакуировали. В прошлом году этот вулкан выбросил столб пепла на высоту 4500 метров. За несколько последних дней ученые зафиксировали в районе Сакурадзимы более тысячи вулканических землетрясений. Индонезийские спасатели нашли обломки пассажирского самолета, пропавшего 16 августа. Они получили сигнал из предположительного места крушения и смогли определить точные координаты. Лайнер разбился в отдаленной гористой местности. На борту были 54 человека, среди них 5 детей и 5 членов экипажа. Никто не выжил. Отмечу, борт принадлежал авиакомпании Тригана Air Service. Ее парк включает 14 самолетов. Средний срок их эксплуатации больше 26 лет. Евросоюз включил Тригана в черный список авиаперевозчиков еще в 2007 году. К этому привели постоянные нарушения инструкции и норм безопасности со стороны компании. За 24 года ее работы были зафиксированы 14 серьезных инцидентов, включая 10 авиакатастроф. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.